Осталась детская кроватка от нашей дочери, которой мы уже не пользуемся. Комоды-ящики, пожалуйста, могут пользоваться. Поставим телевизор, повесим на стену по надобности. Большая кровать, пожалуйста. В эту комнату ярославцы, семья Садновых, готовы временно поселить беженцев. Двухкомнатная квартира, в которой Антон живет с супругой и маленькой дочкой, небольшая, показывает хозяин. Но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Кто есть желающие, могут приезжать жить, сколько им здесь нужно будет. Чтобы они здесь освоились. Может, у них будет новое счастье, новое жилье, новая работа, новая жизнь. Родственников у Садновых на Украине нет. Но каждый день они смотрят по телевизору новости с замиранием сердца. И таких семей, которые готовы принять беженцев в Ярославской области, сегодня несколько десятков. Уже мы можем принять в городе Ярославль и области 70 человек. Откликнулись не только семьи города Ярославля, которые предоставляют квартиры, дома, комнаты, проживание вместе с ними, ну, также и отдельно. Еще откликнулись и организации, которые готовы взять их на работу, естественно, после оформления документов. Екатерина Архиповская, координатор проекта «Мирное небо в Ярославле». Как говорят организаторы проекта, их цель – помочь беженцам привезти, устроить, обеспечить быт и питание, помочь с работой, поддержать. Нам нужны временные места для матерей с детьми, которые убегали в данном случае практически без ничего, прихватив документы, ребенка и несколько вещей самых необходимых. Соответственно, мы будем собирать гуманитарную помощь для таких семей. В проекте участвуют 20 регионов страны. Именно столько областей ждут и готовы принять беженцев, которые на данный момент находятся в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Людей размещают на базах отдыха, в квартирах горожан, в школах и общежитиях. В ночь на 21 число произошел обстрел границы, несколько КПП, действительно горели, то есть там шли бои, залетали снаряды на территорию Ростовской области. Всего несколько дней назад мы принимали ежедневно от 10 до 14 тысяч человек. А люди все-таки едут не только в Ростовскую область, они едут в Россию, которую они видят как большую, сильную, которая может им помочь. Поэтому мы, конечно, просим поддержки у других регионов. Помощь из Ярославля отправится уже на днях. Завтра из областного центра выезжают автобусы, чтобы транспортировать в наш регион желающих из Украины. Ольга Преснухина, Владимир Чернов. День в событиях.